Причтал узнать о сборной Камеруна и как-то уже тактический расход какой-то был. И сегодня, конечно, Валерий Георгиев просил через вас разыгрывать и разыгрывать из-за мяч, если можно проецировать выход из обороны. Ну, во-первых, конечно, началась уже работа тактическая, разбор соперника. Во-вторых, ну мы и до этого пытались, видно было в предыдущих матчах, так что сборная России хотят использовать вратаря как дополнительного полевого при розыгрыше мяча от ворот и вообще при выходе из-под прессинга. Представляет игра в Москве, какие может быть дополнительные ожидания? То, что в России не часто, к сожалению, сейчас сборная игра, это эмоции может быть дополнительные. Было большое желание сыграть дома и ожидание того, что будет хорошая поддержка, потому что дома давно не играли, хочется увидеть, ну, практически полный стадион, ожидания такие. Уже как-то обсуждается, наверное, так, чем, по-другому, как будет испределено между вами полторами до его времени? Ну, я думаю, что нужно ему вопрос задавать. Я думаю, что это правильнее. До этого на сентябрьском поле, когда еще вас также отмечали, говорили, что вам будет посильнее. В общем-то, выявляетесь первым номером сборной, для вас особенно какое-то давление оказывается. Оказывается, ли на меня давление? Ну, да, что вы просто первым номером сборной. Ну, это было на прошлом сборе, естественно, прошел месяц, и все может поменяться, поэтому я приезжаю бороться за то, чтобы быть первым номером на каждый сбор. Матвей, приходится ли вам как-то перестраиваться с требованиями тренера вратарей Коснодара под то, что хочет Виталий Витальевич? Ну, больше это именно не по-вратарски перестроение, а больше, наверное, связано с тем, что здесь больше используют татаря при выходе из обороны и требуют играть в короткий пас. Я думаю, что это единственное такое прям основное отличие между клубом и сборной. Насколько для вас сложно перестраиваться? Ну, я рад, что я получал игровую практику на сборах до этого, рад, что приезжал, поэтому, в принципе, мне все знакомо, и я думаю, что времени подготовки к матчу хватит для того, чтобы перестроиться. Изменилось ли в Краснодаре как-то у вас после последней победы, которые вот такие победы обычно называют не чемпионском характере, условно говоря, да? Изменилось ли у вас какой-то вот в команде понимание, восприятие, что вот реально мы боремся за титул в этом сезоне, как бы вообще к этому относиться? Ну, я, честно, думаю, что если мы сборная, нужно отвечать вопрос со сборной. Ну, все равно в Краснодар вы на первом месте, ты капитан. Да, согласен. Чувствуете ли вы свой особый статус сборной? Потому что я объясню вопрос, потому что каждый раз, когда мы общаемся с Виталием Витальевичем, он говорит о том, что вот Матвей будет играть, он первый номер сборной, он как-то вас выделяет. Вы чувствуете себя любимчиком Кафанова? Чувствуете ли вы свой особый статус вратаря первого номера сборной? Ну, скажем так, наверное, особый статус какой-то не чувствую. Ну, естественно, мне приятно, когда на определенном сборе отдают мне предпочтение, и после этого я стараюсь просто поддерживать это доверие для того, чтобы приезжать на каждый сбор и стабильно играть. Потому что лично для меня очень важны игры за сборную в отсутствии европейского опыта. Это единственный вариант получить игровую практику, посмотреть и поиграть против футболистов топ-уровня, которые играют за границей. Это интересно как минимум. И я считаю, что для меня лично, как для футболиста, для моего развития это важно. В Камеруне основной вратарь Анана, про которого в последнее время достаточно много мемов, и он ошибается довольно часто. Ты вот как вратарь, как коллега, в чем видишь, возможно, причину таких вот косяков, что ли, в Манчестере? Скажу честно, ничего я не видел, не смотрел, но период с привозами мне очень хорошо знаком. Поэтому я ничего сказать не могу, просто вратарская солидарность, поддержка, вот и все. Все выделяете, что Камерун самый сильный соперник в этот раз за все время отстранения. Вы согласны с этим? Ну, на бумаге возможно. По игре посмотрим. Вы сказали о том, что матчи сборной очень важны в ситуации бана, когда у нас нет Еврокубков. Насколько для вас есть фактор в оценке важности этих матчей, то, что на играх могут присутствовать скауты европейских больших команд? И это лишний повод для того, чтобы, возможно, вам задуматься в переходе в хорошую команду европейскую? У меня позиция такая, что я должен выходить на футбольное поле и делать свое дело. Вне зависимости от всего того, что происходит вокруг поля, там на стадионе, без разницы, кто приходит смотреть футбол. Мне главное отыграть, максимально помочь команде выиграть. И если вдруг мои действия заинтересуют кого-то в Европе, то пусть присылают предложение, любое предложение будет рассмотрено. И пока ничего не было, повторюсь, поэтому я об этом не задумываюсь и не вижу в этом смысла в данный момент. Сейчас, главное, это результат нашей команды, победа в следующем матче. И лично для меня такая ситуация. Главная тема, возможно, двух последних недель, это исполком УФА, который принял решение вернуть российские команды до 17 лет. Потом это ФИФА, поддержал решение, как отреагировали и может ли это быть, так скажем, шагом к полному установлению вообще всех сборов? Ну, я вообще сам внутри радуюсь, потому что, естественно, хочется самим играть. Хочется, чтобы в других видах спорта или даже молодые ребята, футболисты, выходили играть, им давали возможность играть большие турниры. Как, допустим, до 17 лет разрешили, естественно, дети не должны страдать. И почему отрешение государства, какой-то политической войны или еще чего-то должны страдать дети, я не понимаю. Поэтому это прекрасное решение. Мне было приятно, когда я узнал это. Является ли это каким-то шагом навстречу тому, что мы скоро появимся в большом европейском футболе, я думаю, что нужно будет смотреть. Но, наверное, это положительный такой знак. Смотри, сегодня это решение может быть изменено. Точнее, вообще отменено, потому что все состоится из полком УФА. И по инсайдам может быть решение переголосоваться. Поэтому как положительное, вряд ли можно рассматривать. Значит, будет отрицательный. Ну, что могу сказать? Но, тем не менее, сборная будет играть без флага, без гимна, если ее допустят. Я про Ю-17. А если бы у тебя был выбор играть без гимна и флага, но играть, что бы ты выбрал? Естественно, хочется всегда играть с гимном и флагом своей стороны, потому что мы ее представляем. Но я думаю, что все там индивидуально. Нужно рассматривать каждую ситуацию и уже потом решать, нужно или не нужно. Но я, как спортсмен, скажу так, что для развития футболистов, я думаю, что главное играть и показывать себя и проявлять себя. Вы не скажете, имеете ли в данный момент контакт между представителями Российского футбольного союза и официальными лицами ОИПА? Я не понял. Имеется ли в данный момент контакт между представителями Российского футбольного союза и официальными лицами ОИПА? А я откуда знаю? Он братат. Может быть, он. Не знаю. Я даже вопрос не понял, извините. Вей, то, что вы сейчас первый номер первой команды страны, как это в сборной чувствуется? Ну, пять предыдущих лет была гегемония «Зенита», сейчас вы ее нарушили. И вы лучший вратарь, лучшая команда России на данный момент. Вы чувствуете здесь некий подъем, уверенность? Для меня ничего не поменялось. Я просто готовлюсь к следующему футбольному матчу и постараюсь проявить себя на максимум, насколько это нужно будет команде. Поэтому для меня ничего не меняется. То, что мы в лиге на первом месте, но еще только треть сезона, поэтому это ни о чем не говорит. Магрия, была серия с азиатскими сборными, ближневосточными, сейчас серия с азиатскими командами. Насколько уровень соперников, на ваш взгляд, он меняется, растет? И насколько вы получаете удовольствие от вообще таких игр? И предвкушаете ли игру с камероном как ключевую, может быть, в этом сезоне для сборной России? Я очень рад, если мне предоставится возможность сыграть в матче с камероном. Поэтому я действительно жду эту игру. Наверное, до этого момента, ну, можно сказать, я уже говорил, на бумаге самый сильный соперник. Дальше вы слишком много сказали, я забыл уже. Извините. Я думаю, что сборная довольна уровнями соперников, с которыми она играет? Ну, я думаю, что уровнем Камеруна должны быть довольны, потому что достаточно сильный соперник. Сколько футболиста Камеруна ты знаешь? Одного. Объяснили ли в сборной, возможно, почему с Кенией играем именно в Турции? Не в Кении, не в России, а в Турции? Ну, я думаю, что с футболистами это не обсуждается. В смысле, объяснили ли вам почему-то? Мне без разницы, я даже не спрашиваю.